Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарко. Сегодня мы поговорим о воровстве. О воровстве именно в Германии. На прошлой неделе показывали по телевидению, вернее предупреждали, как сейчас эти организованные банды, или как их назвать, организованная организация преступностей. Что-то в этом духе. Ну короче, это все организовано, сделано. И они занимаются именно квартирными кражами. То есть в основном они, конечно, взламывают дома частные, потому что там меньше людей на улице и подъездов нет. Значит, система у них какая. Короче, дошли уже до того, что используют детей, как сказать, как для информации. То есть они посылают детей позвонить, значит, в двери, чтобы узнать определенную информацию. То есть, допустим, если они звонят, никто не открывает, значит, они знают, что в это время никого дома, допустим, нет. Допустим, если кто открывает, они смотрят, кто открывает. Еще удивительно, они придумали, прямо на домах рисуют такие знаки. Ну, мелом или фломастером рисуют такие определенные знаки. И каждый знак, что-то обозначает там, цветочек, я не знаю, сейчас я его не помню. Там они полностью даже по телевизору показывали, что это еще обозначает. Допустим, цветочек нарисовали, значит, это обозначает, что, допустим, только одна женщина тут живет. Значит, еще стрелка, кружок и стрелка еще какая-то такая. Тоже что-то обозначает, значит, в такое-то время никого нету. И вот такие все знаки. И просто по телевидению, значит, полиция предупредила, что, значит, если вы увидите, где-то у вас возле дома или где-то на столбике будут такие знаки стоять, чтобы, значит, сразу сообщали в полицию. Я думаю, что, может быть, теперь все-таки будет меньше таких краш, потому что уже даже по телевидению сказали, что они, наверное, все-таки тактику какую-то изменят, как-то будет все по-другому. Вот такие вот дела. Так что вот в Германии тоже хватает такого же барахла. Я говорю, это связано с тем, что, значит, объединили всю Европу, всю эту кучу. Кто хочет, может заходить, кто хочет, может выходить. Люди приезжают сюда не для того, чтобы здесь устроиться где-то на работу. Не все, конечно, я имею в виду. А приезжают именно с такими вот компаниями и организовывают такую вот преступность. И, значит, наживается, лучше чем-нибудь украсть, чем-нибудь с двора утащить, когда, допустим, у меня на даче уже сколько раз залазили. Именно вот такие вот по мелочам они берут. А, допустим, если они везут в свою страну, вот у них это какое-то уже равно уже, как каких-то денег это все стоит, все это можно потом и продать. Получается, что это зарабатывает все деньги. Вот, а теперь с Нового года, значит, у нас будет Болгария и Румыния, по-моему, тоже будет, значит, уже безвизовая. То есть, там уже не надо никаких виз никаких открывать. Они свободны, перемещение будет по Европе. И я думаю, что опять волна пройдет, опять что-то будет новое. Именно как раз с воровством с этим все связано. Потому что не только будут приезжать нормальные, образованные люди, которые действительно хотят работать, а и приедут, и другие, которые просто любым путем нажиться. Я думаю, что все-таки это все на нас уже отобразится. В первую очередь, значит, в тех районах, где ближе, значит, туда к востоку. Я думаю, там больше будет большой такой наплыв. Конечно, контролируют все. Ну, конечно, нету там на границе таких постов, но все равно контролируют, останавливают машины, там проверяют. А ну, как сказать вам, за всеми, то все равно не уследишь. Все равно где-то что-то будет пролазить. Вот такие дела. Так что в Германии тоже хватает такого барахла всякого. Ну, в принципе, мне-то бояться нечего. Потому что мы троем, мы троем работаем. У нас получается так, что мы в разное время работаем. И получается, что у нас всегда кто-то дома есть. Поэтому у нас проблем с этим нету. И тем более, что у нас еще находится, значит, наш дом на оживленной улице. Но все-таки, кто его знает, чем может случиться, да? Просто, как-то, не то, что жалко, не жалко, не обидно, а как-то неправильно. Вот, значит, человек работает, работает, значит, зарабатывает себе, чтобы что-то купить. А вот такие люди, значит, взламывают. Здесь не столько унесут, сколько наломают дров, то там окошко разобьют. А сейчас в основном мода такая, что в новых домах вообще делают, где терраса, где выход на террасу, вообще делают окна, как двери. То есть они с потолка до самого пола такие большие окна. Вот, и, значит, самое разбивает эти стекла, потом заходит туда. А, ну ладно, окей, пока я вырежу потом кусочек, а-ха.